Братья и сестры, о признаках истинного возрожденного христианина мы будем читать из первого послания святого апостола Иоанна Богослова, вторая глава, с первого по шестой стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповедь его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Тема моей проповеди «Послушание» или третий признак возрожденного христианина. «Послушание» — это основа христианской жизни. Без послушания невозможно быть практическим христианином, невозможно в принципе христианская жизнь. В Едемском саду грех вошел в мир именно через непослушание. Адам и Ева не послушались Бога, это был первый грех, сотворенный человеком, сделанный человеком. Непослушанием грех вошел в этот мир, и через непослушание все грехи и пороки этого мира получили свое продолжение. То есть все грехи произошли из непослушания. И каким образом Бог теперь, когда человек, изначально сотворенный безгрешным, положил великую пропасть, разделяющую человека и Бога, своим непослушанием, каким образом Бог теперь хочет воссоединиться и дает возможность человеку проложить мост через эту пропасть и воссоединиться человеку и Богу. Воля Божья в жизни человека. Что Бог хочет? Первое. Поверить в Иисуса Христа. Об этом мы читаем, это самый известный стих Библии, знают все верующие, даже, может быть, и многие неверующие. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы иметь жизнь вечную, надо поверить. То есть Бог требует от человека веры. Второе. После того, как человек поверил. Покаяние. Деяние, 2 глава, 37-38 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Первое – поверить, второе – раскаяться, но есть третье, что требует Бог от каждого человека – жить, соответственно, заповедем Христа. Об этом мы уже прочитали. Первое послание Иоанна, 2 глава, 3 и 4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповедь. Кто говорит, я познал Его, но заповедь Его не соблюдает тот лжец и нет в нем истины?» Возможно ли все это перечислено без послушания? Бог говорит человеку, веруй, и будешь спасен. Человек говорит, не верю, не буду верить. Это акт неверия или акт непослушания? Что первое – поверить или послушаться? Настолько это здесь взаимосвязано, настолько это срослось, что мне кажется, что это практически в начальном этапе возрождения христианина это практически одно и то же. Человек по своей испорченной сути, по своей греховной сути, он в принципе не может слушаться Богу. Он не хочет, не желает этого и не способен на это. И только Бог по своей великой милости берет человека в свои руки и дает ему способность иметь вот такую веру, чтобы послушаться и поверить. То есть это настолько взаимосвязанные вещи, что они просто здесь неразрывны. Дальше Бог говорит, хорошо, ты поверил, теперь покайся. Мы знаем веру, которая называется бесовская. Это просто вера в Бога. Осознание того, что Он есть, признание того, что есть высшая сила, высшая справедливость, но дальше ничего не происходит. Но так не должно быть. Бог говорит, раз ты поверил, теперь покайся. Раз ты поверил, что я существую, раз ты поверил, что есть высший суд, раз ты поверил, что ты грешник, раз ты осознался грешником, кайся. Если человек говорит, нет, это абсолютный акт непослушания. Если человек говорит, да, я каюсь, я признаюсь огрешником, есть третий пункт, есть третье условие. Бог говорит, ты поверил, ты покаялся, теперь живи так, как я сказал. Если в этот момент человек точно так же говорит, хорошо, я верю, что ты есть, хорошо, я признался грешником, я покаялся, но жить я буду так, как я считаю нужным. Ну да, я понимаю, там есть какие-то правила, есть церковные правила, есть библейские правила, ну ты знаешь, Бог, мне неудобно так жить, ну я буду там исполнять что-то, возможно, но не все. Возможно такое в жизни возрожденного христианина? Абсолютно нет. Со всей достоверностью вам заявляю. Как апостол Леонид говорит, что этот человек, который так говорит, который не хочет слушаться Бога на 100%, он просто лжец. Этот человек не возрожден. Как не послушанием человек разделил себя с Богом, так послушанием, самое первое, что нужно сделать человеку, это послушаться Богу, так послушанием человек может перекинуть мостик к Богу обратно. Что такое послушание в евангельской, в библейской своей сути? Послушание стоит у истоков спасения. В Евреям 11 глава 8 стих написано, верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Суть евангельское послушание это акт веры. Жизнь послушания это жизнь верую. Авраам приведен в пример, как величайший муж веры, как друг Бога. Чем он это достиг? Любой человек захотел бы иметь такого друга, как Бог. Причем не в таком гипотетическом плане. Ну там друг теоретический, скажем, а настоящий, практический друг, который может прийти на помощь, который может защитить, который может дать совет, который может идти впереди, который указывает путь, который спасает тебя, защищает тебя, хранит тебя и в итоге приводит и дает тебе вечную жизнь. Каждый хочет иметь такого друга. Авраам имел. Авраам назван другом Бога. Единственный человек в Библии, который так назван. Что привело, что дало ему такое право? Жизнь по вере. И жизнь по вере это есть повиновение божественным заповедям. Без веры угодить Богу невозможно, пишет апостол Павел. Вера без дел мертва, пишет апостол Анцевым послание. То есть вера и послушание это неразрывные и дела, которые мы делаем, слушаясь Бога, это неразрывные абсолютно вещи в христианской жизни. То есть жизнь по вере, вот вопрос, который часто волнует неопытных, может быть, христиан, а может, дети опытных. Что такое жизнь верою? Как это делать? Вот жизнь, которая пропитана послушанием Божьим заповедям, это есть жизнь по вере, каждодневная, каждочастная. Жизнь послушания Богу, это есть жизнь по вере. Вот то, что вы пришли сюда, это уже акт веры. Это жизнь по вере. То есть если бы вы не верили в Бога, вы бы сюда не пришли, правильно? Дальше вы читаете Слово Божие. Там ясно написано, что верующие должны быть в общении. Почему мы собираемся? Церковь — это единый организм, церковь — это собрание верующих. Мы верим в это, и мы проявляем послушание. Послушание — потому что мы верим, это акт веры. И так в каждом, в каждом нашем деле. Мы встаем, мы на молитву. Мы молимся почему? Потому что мы верим. Это дела веры. Мы заболели, мы зовем служителя, он возлагает руки, мы молимся. Это что? Это акт веры. И так в каждом, в каждом, в каждом нашем деле, все, что связано с Богом или делаем мы во имя Бога, это есть акт веры и жизнь по вере. То есть жизнь по вере невозможна без послушания. Послушание невозможно без веры. Дальше послушание должно быть непрерывным. Читаем третий стих. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Глагол соблюдаем. Не соблюли когда-то один раз, не послушались когда-то один раз, а соблюдаем на протяжении всей жизни. Тут невозможно никакие двухсмысленные трактовки или интерпретации этого слова. Практическая жизнь возрожденного христианина это непрерывное послушание. Непрерывный поиск ответов на свои вопросы от Бога. В Слове Божьем непрерывное повиновение. Авраам именно поэтому и приведен как муж веры в пример. То есть его послушание началось с того, что Бог пришел к нему и сказал, переселись в другое место. И Авраам пошел. Но на этом не закончилась его жизнь. Не закончилась его жизнь по вере. Все его дальнейшие поступки, мы помним историю с его сыном первенцем, мы помним все его проблемы, все его трудности, которые возникали в его жизни, они все были связаны с послушанием, повиновением Богу. И все величайшие благословения, которые он получил в своей жизни, это результат его повиновения и послушания. И результат его жизни, это муж веры, Иосиф. Абсолютно послушный Богу человек. Величайший человек. Его результат жизни прекрасный. Прекрасное наследство, спасение всех своих родственников. Пример прообраз Иисуса Христа, это посредством его каждодневного послушания воли Божьей. Невозможно один раз послушаться, поверить, покаяться и все. Каждый день, каждый час. Мы не имеем права не слушаться и не искать воли Божьей. Послушание должно быть немедленным. Если мы приходим к выводу, что повиновение и послушание Божьей воли есть непреложные и единственное условие истинного возрождения, то, естественно, мы не можем оправдывать себя задержками в исполнении Божьей воли. Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Слове Божьем мы не находим, что Авраам взял паузу на раздумье. Переезд, особенно в те времена, особенно, вот представьте ситуацию. Вот конкретно к вам приходит Бог и говорит, собирай вещи и в Австралию, в пустыню. Ну, наша реакция. У меня дети, семья, работа, имущество здесь какое-то. Ну, как бы по-человечески, хорошо бы взять паузу на раздумье, да? Позвонить в Австралию, там, узнать, написать, как там жизнь вообще в пустыне, что там надо с собой взять. Может быть, там болезни какие-то есть, надо прививки заранее какие-то сделать и так далее. Как я там буду жить? То есть, это большая вообще проблема. То есть, Бог пришел ко Аврааму, просто сказал ему, собирайся и в другую землю. Авраам не брал паузу. Не сказано, что он пошел советоваться с родственниками, с друзьями. А вы знаете, вот Бог ко мне пришел, а что там слышно про Хананскую землю? Вот куда я иду? И Бог, он не пошел вызнавать волю Божью более подробно. Когда мне надо переехать? В какой день? В какую погоду? Конкретно в какое место? Сколько мне надо быть в пути? Нет. Он немедленно взял, собрал свои вещи и пошел туда, куда сказал ему Бог. И это было конкретно великое дело его веры, его послушания. Ну и результат его жизни мы знаем. Ной поступил абсолютно точно так же. Бог пришел к нему и сказал, Ной, строй ковчег. Вот тебе план, действий, вот тебе инструкция, так сказать, к применению. Собирай своих родственников и принимайся за работу. Ной не стал ходить по земле и выискивать синоптиков, которые можно было посоветоваться и сказать, ну да, точно, собираются тучки, наверное, будет какое-то наводнение. Нет. Он просто взял и послушался, ходя в глазах людей, которые его окружали, он был полнейшим сумасшедшим человеком. Дождя не было, люди вообще не знали, что это такое. Ной строит ковчег, корабль, который стоит на земле. Ну, человек сошел с ума. Трудно было слушаться Бога в этой ситуации. Но Ной это делал. Это величайший акт послушания, величайший акт веры. Что происходит, когда человек откладывает исполнение Божьей воли, в которую он ясно понял, что надо делать? Ярчайший этому пример это Иона. Божий пророк, Божий человек, Божий слуга, который имел непосредственное общение с Богом. Он получает повеление ясное и и и понятно ему. Иди в Неневию и проповедуй там спасение. Иона говорит нет. Нет, Господи, я не хочу. Он отказывается слушаться, он откладывает, откладывает свое исполнение воли Божьей. В итоге Бог просто берет его и заставляет ему исполнить то, что он ему предопределил. Иона даже умереть не смог, когда захотел. Он сказал людям, корабельщикам, он поплыл от лица Божьего, фарсис мы помним, сказал, выбросите меня в море, потому что была страшная буря. Ну, фактически, это что он сказал? Ну, выбросьте меня, я там потону. Но он даже умереть не смог по собственному желанию, потому что Бог все равно из этой ситуации его вытащил и заставил исполнить то, что он ему сказал. Если мы, будучи возрожденными христианами, противимся Божьей воле, по каким причинам? Совершенно по любым. По неприязненному отношению к кому-то, по каким-то, по своему низкому духовному уровню, там, допустим, по каким-то своим эмоциональным качествам. Бог будет брать нас и ломать. И Бог заставит, и Бог сделает так, что мы все равно исполним его волю. Но при этом пострадаем мы физически. Иона очень сильно пострадал. Он терпелся страшных мучений на самом деле. Я думаю, что он на всю жизнь приобрел клаустрофобию такую, что он спать, наверное, не мог потом спокойно после этого, что с ним произошло. То есть, послушание, когда мы ясно понимаем, что Бог от нас хочет, оно должно быть немедленным. Любое промедление, оно просто не может быть в нашей жизни. Оно просто греховное. В результате нашего промедления, если мы понимаем Божью волю в нашей жизни, и не исполняем мы ее по каким-то причинам, мы пострадаем. Сто процентов. Послушание должно быть точным. Наше послушание Богу не имеет права на какие-то двухсмысленные трактовки или на наши дополнения, или немножечко отщипнуть от Божьей воли, исполнить, но не все. Ярчайший этому пример Саул. Это, я прочитаю этот пример, он довольно продолжительный, но он очень хорошо иллюстрирует точность или неточность в этом случае исполнения Божьей воли. 15 глава с 1 стиха. И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом. 1 царство, 15 глава с 1 стиха. Теперь послушай гласы Господа. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овца, от царблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их тела иметь 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И пошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до открестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова, слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставился памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание валов, которые я слышал? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и валов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саул, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израилеву? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав Иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликского, и Амалик истребил. Народ же из добычи овец и валов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему и Господу как послушание гласу Господа. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление то же, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Господа и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот такая история. Это Ветхий Завет, конечно, в нашем современном понимании это какие-то немыслимые вещи произошли, практически геноцид целого народа произошел, но Израиль это был Божий народ, посредством его Бог творил суд на земле и амаликитяне были поражены за свое нечестивое хождение на земле, за свои грехи страшные, за то, что они поступали очень плохо и Бог их за это наказал руками Саула. Что сделал Саул? Бог сказал ему иди на войну. Саул собрался и пошел, 200 тысяч собрал. Порази этих нечестивых людей. Он, как длань Господа, карающая, сделал это. Бог сказал истреби все, от вола до овцы. А вот тут Саул не выдержал. Сердце его, сердце народа, когда увидели богатство, когда увидели золото, прекрасно откормленный скот, красивые одежды, хорошее, богатое имущество, вот тут вот эта жилка забрать себе все самое хорошее, она не не дала им исполнить волю Божью в точности, как Бог сказал. И они забирают все, все плохое, они предали поражению и истреблению. Взяли все самое лучшее, привели, и Саул оправдывает себя тем, что я-то хотел как лучше, я-то хотел принести это в жертву Господу, я взял самое хорошее, посмотри, Самуил, какое-то все красивое, сейчас мы принесем в жертву Богу, и это будет очень благоугодный акт. Как оценил это Бог? Вообще, Саул сделал большую часть поручения, которые ему Бог поручил, причем самую трудную. Вообще, он рисковал жизнью, они воевали, они шли, они не просто амаликитяне там с поднятыми руками их ждали, они пошли на войну, они яростно защищали свое имущество, они бились насмерть, и изоляльтяне гибли при этом, выполняя волю Божью, и Саул рисковал своей жизнью, потому что в те времена царь не сидел в окопах, он должен был личным примером мужества показывать и вдохновлять свой народ, он шел в первых рядах на войну, Саул рисковал жизнью, выполняя Божье повеление, он сделал самую трудную часть, и самую большую, он разбил этого врага, целую страну, целый народ, но самую маленькую часть он не выполнил, он взял все самое хорошее, Саул считал, что он исполнил волю Божью, чуть-чуть ее изменив в свою пользу, как отреагировал на это Бог? Бог на это отреагировал так, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление, то же, что идолопоклонство, поэтому отверг тебя Бог, то есть Бог интерпретировал действия Саула, не так, ну Саул, ладно, в общем-то, основное поручение ты выполнил, но тут немножечко, как бы ты не справился, нет, вот это маленький процент, вот это 10% невыполненного Божьего поручения, Бог интерпретирует как 100% неповиновение, ты не сделал ничего из того, что я тебе сказал, ты не послушался, значит, ты не покорен, ты не сделал то, что я тебе велел, поэтому я тебя отвергаю, ты не будешь царем, точность выполнения Божьих заповедей, которые мы понимаем для себя, то, как мы должны выполнять Божью волю, ни в коем случае не подразумевает нашей интерпретации или допущения, сказал Бог, надо делать точно так, как Он сказал, иначе, вот этот маленький процент, то, что мы не хочем делать или мы, может быть, меняем немножечко в свою пользу Божьи поручения, ну, допустим, Бог определил всем людям иметь работу, то есть, это библейский принцип, кто не работает, тот не ест, работать, это необходимо обязанить человеку определение Божье, но человек может работать на хорошей работе, а может работать, да, может, ну, христианин, я имею ввиду, не человек, а христианин, может христианин торговать наркотиками, но это же работа, в принципе, опасная, ну, трудная, я бы сказал тоже, но абсолютно несовместимая с христианским образом жизни, производить алкоголь, делать какие-то греховные вещи, то есть, волю Божью ты выполняешь в плане того, что ты работаешь, но интерпретируешь эту волю в свою пользу, то есть, это, ну, или воровать там, да, это же тоже работа в своем роде, то есть, это же деньги, не просто так тебе в карман, это надо потрудиться, чтобы что-то украсть, как бы интерпретируешь свою пользу какую-то другую часть, так, чтобы тебе полегче было, повыгодней, побольше куш какой-то получить, мы полностью не выполняем Божью, Божью волю в плане работы, не так во всем, вообще, в принципе, в жизни, то есть, точность выполнения Божьей воли, это абсолютно необходимый критерий послушания, что дает нам послушание вообще, вот, в тех аспектах, которых я перечислил, третий стих, четвертый, первое послание Анна, вторая глава, нет, пятый стих, прошу прощения, а кто соблюдает слово его, то есть, слушается Бога, в том истинно любовь Божия совершилась и сего узнаем, что мы в нем, послушание дает уверенность в спасении, человек послушный, человек, который исполняет волю Божью, который каждый день ищет ее, и ищет, и делает так, как Бог говорит, человек не может сомневаться в своем спасении, да, сатана будет искушать, да, человек может падать и грешить христианин, и вот в эти моменты подходит сатана и говорит, ты христианин, ты не мог так сделать, поэтому Бог тебя не любит и так далее, но человек, который живет послушанием, который живет исполнением Божьей воли и Божьих заповедей, он имеет непоколебимую уверенность в спасении, основанную на Слове Божьем, кто соблюдает слово его, заповеди Божьи, в том истинно любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем, то есть, из послушания проистекает уверенность в спасении, человек, который сомневается в своем спасении постоянно, постоянно, человек, который живет в унынии, человек, который, ну, я думаю, вы все переживали такие периоды, но люди, которые на постоянной основе сомневаются в спасении, это люди непослушные, люди, которые не слушаются Бога, они дают повод сатане искушать их, даже христиане, и сомневаться в божественном спасении. Дальше, послушание дает жизнь без страха. Я имею ввиду практическую повседневную христианскую жизнь. Вы представьте, человек, который постоянно слушается Бога. Неужели мы можем представить себе такую ситуацию? Я слушаюсь Бога, Бог мне говорит через слово свое, какие-то вещи, я их понимаю, я их выполняю и оказываюсь в крайне тяжелой жизненной ситуации, с которой нет выхода, в житейском тупике. Мы можем себе представить такую ситуацию? Это в принципе немыслимо. Человек послушный, человек, который исполняет Божью волю, он идет, как будто маленький кораблик за ледоколом. Бог прокладывает ему путь, Бог видит его жизнь, Бог определяет его жизнь. И он ему говорит, здесь не надо, здесь осторожно, здесь отойди назад, здесь скажи это. Ну, через слово свое, я не имею ввиду, да, что Бог конкретно, ну, кому-то, может, конкретно говорит. И если мы слушаемся, мы проходим мимо стольких проблем, стрессов и опасностей, что мы их даже не замечаем. Если мы послушно идем так, как Христос нам говорит. Если мы не слушаемся в какой-то момент, мы выходим с этого фарватера, мы выходим из этой вот струи, знаете, как птицы летят косяком, треугольником, и передняя птица, это самая большая нагрузка. Все остальные, то есть, воздух расступается, и остальные, я видео смотрел, там, в принципе, они даже крыльями почти не шевелят, те, кто летят за передней птицей. Там настолько воздух завихряется и, в принципе, толкает их потом. Дальше. Они там чуть-чуть кончиками крыльев машут и летят спокойно, многие тысячи километров. Ну, и меняются, естественно, когда первый устает. Так и мы. Когда мы проявляем каждый день послушание Богу, нам, в общем-то, а что нам бояться? Каких-то трудностей, болезней, страхов, стрессов, потери работы, катаклизмы и так далее. Ну, мы исполняем волю Божию, ну, значит, Бог предусмотрел для нас все самое лучшее. Если мы его слушаемся, тем самым, ну, все в нашей жизни решено. Мы слушаемся, и, значит, мы идем. В этом фарватере мы летим, образно говоря, за Христом, нам даже шевелиться не надо. Он влечет нас уже в этой струе за собой, в свое царствие. Но как только мы проявляем непослушание, мы вылетаем из этого потока, который нас толкает за Христом, и вот тут начинаются проблемы. Встречные ветры, верхние, нижние воздушные течения, да, ну, если мы птиц берем, ну, если мы возьмем библейский такой пример, это овечки, да, которые идут за пастырем овца, который уходит в сторону, ну, какие у него проблемы? Да, это волки, хищные звери, это незнание дороги, это пища, которая может ей повредить, это опасные ущелья. В общем-то, это большие проблемы в ее жизни. Если ее пастырь не найдет, в общем-то, она погибнет. Точно так же и мы. Все наши проблемы, все наши стрессы, все наши беды, большинство болезней, все наши переживания духовные, душевные, эмоциональные, в общем-то, 99% это посредство нашего непослушания Божьим заповедям. Если мы слушаемся, это все уходит. То есть, послушание дает уверенность в спасении, жизнь без страха, и третье, это жизнь в присутствии Бога. Послушание Божественным заповедям подразумевает под собой молитвенную жизнь, изучение Писания, и без этого абсолютно невозможно жить в присутствии Бога. Бог в жизнь человека входит посредством слова своего и молитвенной жизни. Когда это есть в жизни человека, Бог перестает быть теоретическим Богом. Бог становится Богом практики. Человек входит в присутствие Бога. Он наполняется им. Он реально чувствует его присутствие. Бог проявляет свои чудеса в его жизни, не теоретические. И в моей жизни тоже так было. Как только я начинал вот жизнь вот такой постоянной жизнью в Боге, знаете, я обнаруживал множество чудес, конкретных чудес, которые Бог производит в моей жизни. Именно таких чудес, которых мы читаем в Новом Завете. Чудес, когда даже физические явления покоряются Божественной воле по нашей просьбе. Жизнь в присутствии Бога это последствия послушания. И послушание дает жизнь в присутствии Бога и обеспечивает эту жизнь. Я буду заканчивать и закончу тем, что я в прошлый раз сказал, что любовь подразумевает или из любви выходит третий признак возрожденного христианина это послушание. Истинное послушание, истинное божественное христианское послушание оно продиктовано любовью. Без любви невозможно слушаться Бога, так как Бог этого хочет. Послушание, которое хочет увидеть в нас Бог, это не послушание рабское. Это послушание не под страхом наказания, под страхом смерти. Это не то послушание, которое хочет от нас Бог. Наше послушание должно быть продиктованным только любовью к Господу нашему. Если мы любим Бога, мы хотим Ему угодить. Если мы любим церковь, если мы любим братьев, если мы любим христианство, если мы любим Христа, мы живем этой любовью и мы хотим слушаться Бога. Если мы слушаемся Бога только потому, что «Ой, я сделаю плохо, Бог накажет», это не то послушание, что Бог от нас ждет. Это послушание страха, это послушание раба, но не послушание сына. Послушание сына – это послушание любви. Я люблю, и потому я слушаюсь. И закончу свою проповедь я замечательной фразой великого проповедника своего времени Чарльза Спержена. Он сказал так в свое время – «Чем более мы послушны Богу на земле, тем ближе мы будем находиться к Нему в небе». Аминь.